Девушки отдыхают Всем привет! Идем сегодня в очередной раз смотреть, как живут другие. И сегодня мы вам покажем очередной вариант однокомнатной квартиры с совершенно нетривиальными решениями. То есть где-то что-то узнаваемое, но мне кажется, визуально получилось очень свежо, классно, и поэтому идем смотреть. Юль, привет! Привет, Оля! Спасибо тебе за приглашение. Я знаю, что ты постоянный зритель моего канала. И мы уже обсудили за кадром, что пылесос Dyson сегодня тоже будет, как билет в мое шоу. Итак, где мы находимся? Площадь и высота потолков. Находимся мы в городе Долгопрудной Московской области, ЖК Бригантина. Однокомнатная квартира 35 квадратных метров. Высота потолков, ну, где-то около 2,80. И ты дизайнер, не дизайнер? Что это за квартира? Для кого она сделана? Кто-то будет жить? Мы с мужем делали совместно эту квартиру. Мы не дизайнеры. У нас техническое образование. И делали мы ее для своей старшей дочери с тем условием, что она в скором времени сюда переедет. Здесь пока не очень много вещей ее личных, но потихонечку мы ее сюда передвигаем. Отселяете. Отселяете немножко, да. На что ориентировались по бюджету и какие сроки ремонта? Бюджет был небольшой. Ремонт поэтому делался достаточно долго. Около двух с половиной лет. Мы, если честно, никуда не спешили, потому что есть у нас где жить. И ребенок не настолько самостоятельный, чтобы уже переехать. У нас на момент начала ремонта были один рулон обоев, синий комод и вот эта люстра. И из этого мы уже как бы пытались дальше концепцию всей квартиры собрать. Отлично. По традиции предлагаю начать с кухни. Кухня у нас, в принципе, небольшая. Мы ее решили сделать в один уровень, без верхних ящиков, потому что гостиная с кухней объединенная. Чтобы ничего нам не давило, кухня получилась стандартная. Посудомоечная машина, ящик под мусорное ведро. Там можно поставить два для разделения мусора. Ну и обычные выдвигающиеся ящички с лотком для столовых приборов, для более большой посуды, сковородок. Ну тут, дочке твоей повезло. Я смотрю, ты как мама, прямо у тебя все есть. Все, что ты показала, видно, что ты с умом, с толком расстановкой. Это как кастрюлик, столько посуды, столько. Вот тут удачно прикажешь. Как и жизненного опыта, что нужно человеку для проживания. Холодильник у нас очень хорошо вписался по цвету. Встроенный не хотели, потому что это сразу дорожание твоей кухни. А кухня нам вышла, ну, не в очень большие деньги встала. Это около 40 тысяч рублей со всем наполнением. Что? И с краном и мойкой. И плюс еще большой шкаф у нас в зоне коридора стоит, который тоже как бы относится к кухонной зоне. А холодильник случайно попался. Мы его покупали уже вот на фоне всего подорожания. И какие-то уже иностранные бренды были достаточно небюджетные. Но он вполне такой современный. Давай заглянем. Пожалуйста, он пустоват немножко, но в общем-то со всеми выдвигающимися ящичками. То есть здесь наши производители оказались молодцы. И по дизайну он вполне не хуже. Супер. Выбирая его в интернет-магазине, мы как бы не думали, что он настолько попадет в цвет фасада кухни. Приятный сюрприз. Да, да, да. Кухня – мое любимое место в квартире. И чего мы на кухнях только не встречали. Сейчас хочу вас познакомить с отечественным брендом холодильников «Норфрост». Красиво, стильно, адекватно по стоимости. И практично. Все, как я люблю. Во-первых, эти холодильники цветные. Палитра широкая. Это значит, что не обязательно встраивать холодильник, чтобы он не портил внешний вид кухни. Холодильник «Норфрост» будет более вместительный внутри, чем встроенный холодильник. При этом с цветом можно работать совершенно по-разному. Вписать его в интерьер или сделать акцентом. Холодильники современные. «Норфрост» система в морозильнике. И капельная система оттаивания в основном отделении. Антибактериальное покрытие внутри. Эргономичное пространство, да и просто много места внутри. Много мелких продуманных мелочей. Перенавешиваемые двери. Экономичное летосвещение. Инфографика на ящиках и полках. Все эти мелочи складываются в одну приятную картину. Да еще и цветовая гамма под ваш дизайн. Еще пару слов об уплотнителе. Я думаю, что многие меняли его в разных моделях. Тут к этому вопросу подошли основательно. Сделать это легко. Плюс ручки горизонтальные. И нагрузка на уплотнитель не такая большая, что дает ему шанс прослужить нам дольше. Цены вполне приятные. Ценовой сегмент средний. Я считаю, что это достойное предложение. Оставляю ссылки на все модели на Озон внизу под этим видео. Обратите внимание и переходите. Где вы нашли такую недорогую кухню? Супруг мой занимается мебельной фурнитурой. У него была возможность заказать все по отдельности. То есть наша кухня это конструктор. В одном месте мы заказали короба. В другом месте фасады, столешницу. И соответственно все петли ручки. И он себя на работе закупил. Поэтому так недорого. И то есть обычный человек любой тоже может так сделать? Отдельно купить короба? Да, может. Так будет дешевле. Вы можете даже в том же Леруа заказать себе отдельные конструкции. Я имею в виду основной корпус мебели. Фасады купить также под заказ. Застройщик все-таки продумал, что тут будет стандартная кухня. И не будет оставаться 20 лишних сантиметров. Но это прекрасные 20 сантиметров, за которыми там хранится, я не знаю, пылесола, сушилка. Возможно, да. Здесь вот все четко. Технику мы, кстати, заказывали. Я потом ссылочку оставлю. На сайте, там, где технику придается, либо витрины, образцы с каким-то дефектом, все работает. И вот нареканий нет. Слава богу, в этом отношении повезло. То есть тоже сэкономили молодцы. Да, здесь существенно. Ну вот, допустим, даже по этой вытяжке она нам вышла в 5000 рублей. Новая она стоит 30. Единственное, да, что ее там пришлось отдать в ремонт, припаять контакт. Но, опять-таки, больше нареканий на нее не было у нас. Отлично. Давай поговорим с тобой про зеленый цвет. Потому что его много в квартире. И, конечно же, он идет и от плитки тоже. Откуда он взялся? Когда я уже говорила, вот этот был рон обоев, и вся концепция квартиры у нас изменилась, там присутствуют в основном черный, зеленый цвет. И поэтому мы уже к этим обоям подбирали плитку. Было сделано все в едином цвете. И пол, и сама плитка. Что на кухне фартук, да, что в ванной комнате. Во-первых, так выгоднее покупать. Когда ты что-то покупаешь одного вида. Где-то всегда остаются. Ну, влюзарно. Да, так экономнее. И там где-то что-то у тебя остается, да, ты всегда вот можешь применить это. Эту плитку, это керама мараса, да, мы искали такой глубокий зеленый цвет. Не скажу, что она практичная, потому что все-таки темный цвет, видны на ней пятна. Но она достаточно легка в уходе, потому что она вот глянцевая, тряпочкой протер, и она встала в таком же виде, как и была. Мне нравится еще угол у кухни, который вот позади тебя. Текстуры, где сходятся и цвета, и белый, зеленый дерево. Все это вместе с переломанным пространством. Очень крутой прием. Здесь вышла опять-таки случайность. В плане того, что мы не подумали изначально продолжить фартук здесь, на этой стене. А поскольку мы установили плиту достаточно близко к стене, пришлось думать, как закрыть ее. И в уходе было бы удобнее. Потому что со столешницей всегда удобнее стереть или с плитки, чем с покрашенной стены. Ну точно, да. И поэтому мы вот приняли решение, чем можно закрыть, продолжили столешницу. Хотела еще спросить про верхние шкафы, но понимаю, что вы с таким подходом можете и навесить их в любой момент, если будет не хватать. Можно навесить, может быть, здесь появится какая-то полка. Мне кажется, сейчас уходят от понимания классического кухни, когда много-много шкафчиков. И все-таки мы все стремимся к минимализму. Наши дети так не заморачиваются с готовкой на всю большую семью. И, мне кажется, достаточное место хранения. Тем более, да, у нас есть вот такой шкаф здесь, да, который очень с пол до потолка. Большая система хранения. Это была какая-то ниша конструктивная? Да, это была здесь ниша. Такой же посудный шкаф, можно поставить микроволновку будет. Пришло время посмотреть стол. Стулья такие шикарные. Да, это венские у нас стулья. Мы авито-веды. После того, да, как увлеклись переделкой советской мебели, ищем какие-то раритеты на авито. Стул был достаточно в хорошем состоянии. Единственное, он был светлый, а по концепции нашей все-таки надо было что-то темное. Поэтому мы его отшлифовали, затонировали, матовым лаком покрыли, и вполне себе добротный стул, но и сэкономил бюджет. Каждый стул, наверное, стоил полторы тысячи. Мы должны сказать, что вы, ребята, реставрируете мебель. А можно прям купить у вас что-то красивенькое в итоге? Да, у нас был опыт продажи. И мы неплохо, кстати, продали. Но это не поток, а вот все-таки это хобби. Если что-то остается, выставляем на том же авито, да, придаем. Стол тоже советский. Наверное, где-то у нас в 50-60-е годы он раздвигается, вставляется дополнительная секция, и уже такой гостеприимный стол получается. Хороший, добротный, деревянный стол, да. Да, 6 человек разместится. Когда мы друзьям скидывали, да, что у нас получился за стол, он говорит, о, у меня такой же стоит у бабушки. Ну, как бы так. Такие воспоминания ностальжи. На фоне того, что сейчас вот в стиле модно старое, добротное, с лоском. Ну, вот мы же не в Англии живем, не можем себе создать английскую классику. Мы создаем себе советскую классику. И это прекрасно на самом деле. Вообще наш климат делает нас самыми домоведами, я бы сказала, самыми домовыми людьми на свете. Мне кажется, нам надо этим гордиться и показывать, что мы умеем и знаем, как это классно делать. И несмотря на то, что, да, сейчас модные были какие-то другие традиции, но тем не менее у нас есть свои собственные. Почему нет? Юль, люстра великолепная же. Также найдена на Авито, но в нее вложено большой труд моего мужа, потому что она была золотая. Каждый элемент был снят, да, он снимается. У нас каркас покрашен в черный цвет, и каждое соединение между хрусталиками, оно тоже было золотое и покрашено в черный цвет. То есть это, наверное, неделя кропотливой работы. Что стоило? Знаешь, выглядит прекрасно. Опять-таки классику мы добавили с помощью розетки гипсовой, чтобы вот все-таки отсыл к тому, как эта люстра висела когда-то в свое время, он есть. Ну, чтобы этот элемент не совсем инородно смотрелся, да? Потому что тут довольно современная квартира, и как-то нужно все это взять и собрать вместе. Классичность уравновесили с такой как-то брутальностью в виде потолка неотделанного. Муж хотел его бетонным оставить, но я подумала, что все-таки, когда он покрашен, более как какой-то законченный вид. Вот вопрос. Так как потолок темный, и вы просто покрасили, просто я много людей встречаю, которые, например, делают ремонт, экономят, в какой-то момент им приходит вот это художественное решение оставить потолок таким, как есть, и он вроде и так красивый. И как бы я действительно согласна с тем, что в некоторых интерьерах это классно и уместно, но вы здесь сделали, потому что дешево или потому что красиво, или и то, и другое? Мы это сделали, чтобы сохранить небольшую все-таки высоту 2,80, и с той задумкой, что не сэкономить денег, а все-таки из-за художественной какой-то вот именно посыла такого. Расскажи еще про шины и про то вообще, как работает освещение. Идея, затея наша была такая, чтобы сделать как можно более светлое пространство. Из-за темного потолка, да, хочется больше света. Все-таки светильник поворотный, да, его можно в ту или иную сторону для твоей жизни повернуть, как тебе удобно. Поэтому более из практичных целей мы это делали. Окей. Мы убрали вот этот вот приступочек небольшой, он буквально был, там, я не знаю, сантиметров 20, но это позволило, что мы убрали его, сделать все-таки французское окно. Окно в пол, это красиво. Да, окно в пол, нет перегородок, это всегда дает больше света, чем, в общем-то, можно было сделать, как было у застройщика. На балконе повесили еще пылесос, чтобы он не занимал много места где-то в жилой зоне. Но балкон у вас получается утепленный? Полы, да, стены не утеплялись, потому что особого смысла утеплять балкон, это не лоджия. Здесь все равно зимой прохладно. Но посушить белье сделали систему, опять, хранения и подвесная конструкция для сушки белья. Я за пылесос переживаю, зимой холодно, будут минусовые температуры, не страшно ему? Нет, совсем минус здесь нету, все-таки здесь нулевая, да. Что-то делать типа кабинета на балконе уже не сделаешь. Для хранения пылесоса самое то, да. Юль, мы сейчас можем с тобой пойти двумя путями. Первое – это пойти смотреть ванную, а второе – это пойти смотреть спальню и зону гостиной. Я предлагаю в гостиной вернуться чуть попозже. Ванная комната. Это начало нашего ремонта, можно сказать. Идея ремонта пошла отсюда, вот из-за этих обоев, потому что они такие акцентные и берут на себя все внимание. И опять-таки, настолько мы устали, наверное, видя всю плитку в ванне с потолка до пола, что захотелось что-то такого, знаете, бадуарного немножко, как комната, а не ванная комната. Прям в таком английском стиле сочетание цветов этого рисунка, тем более принт вот этот цветочный, золотые смесители, все вы поддержали. Очень классно получилось. В ванне, да, мы проводим достаточное время. Хотелось, чтобы интерьер был приятный глазу, да, и задавал настроение. Сюда мы заходим с утра и видим вот красоту уже. Да. Поддержали обои плиткой, точно такой же, как и на кухне. Здесь у нас небольшой бордюр. И здесь коммуникации закрыли жалюзийными дверками, выкрашенные в зеленый цвет, подобрали. А вот сделали плитку в ванной комнате прямо до потолка, в части, где мокрая зона. Да, сделали, потому что все-таки опасались, что душолюбители, назовем их так, будут расплескивать и будет как-то на обои попадаться. А вот опыта жизни с обоями в ванной еще не было, поэтому все-таки решили, что так безопаснее. Ну и выделили опять, не стали делать каких-то границ, чтобы, может быть, не укорачивать высоту потолков. Это же все как бы влияет на это. Ну и еще, если ты говоришь, ванную в начале ремонта делали, то еще не было задачи где-то там поменьше плитки купить, да? Да, да, да. Расскажи про золотые смесители. В общем-то здесь они куплены намеренно, потому что опыт жизни в таком цвете смеситель у меня есть. Он прекрасен в уходе, он не оставляет столько пятен, как бы это остается на хромированных смесителе. Здесь и зеленый цвет сочетается с золотом, бронзой. Откуда они? Потому что, знаешь, многие облезают потом. Я с подобным живу уже года три, он почти как новый. Да, есть, конечно, камень на основании душа, да, вот здесь. Но, в общем-то, все, это все, что с ним случилось, не облезает. Покупал на Алиэкспресс и стоил он там 3000 рублей, поэтому здесь рекомендации. Как и сам кран на умовальнике, он тоже куплен на Али, а уже все ручки, да, мы поддержали, собственно, из-за цвета. И тут вот тоже организовалась такая довольно комфортная зона. И компактно, но в то же время ничего не давит на тебя. Многие ругают совмещенные санузлы, но все-таки в маленьких пространствах это дает большую площадь твоей ванной комнате. Для хранения и каких-то там бытовой химии есть подвесной шкафчик. А что по стирке? Стираемая машина, мы ее просто обрамили в шкафчик такой, даже без дверей, без всего, чтобы просто была законченная конструкция, и она не смотрелась отдельно стоящей здесь. Чтобы дружила с верхним шкафчиком, да? Да, да, чтобы дружила. Ну и всегда безопаснее оставлять что-то на поверхности шкафа, чем на поверхности машинки. У меня заявление для всех мужчин. Когда вы покупаете унитаз, не надо покупать с фигурными какими-то выгибами, да, изъянами. Купите стандартный унитаз. Или сами будете мыть, да? Или сами будете мыть, да. Вот у меня боль. Или ты понимаешь, даешь тебе отчет, что все, я тогда буду это делать. Да, я там беру, не знаю, что-то кудрявое, фактурное, которое буду все время протирать. Или не удивляться потом уже. Дверь в ванную мы сделали invisible для того, чтобы, в общем-то, площадь в коридоре была чуть больше и ничего не мешала. Так смотрится намного гармоничнее, чем если бы были наличники, да, и дверь немного выступала. А здесь как будто, да, единое пространство. Но у вас еще такой цвет насыщенный в коридоре, что если бы был и цвет, и детали, и вот эти вот ритмы, было бы too much. А так хорошо получилось? И плинтус покрасили в зеленый цвет, и гармонично смотрится из-за того, что все-все выкрашено одним полотном. Но, опять-таки, я хочу заметить, краски наши обычные текурилы, которые вы найдете в Леруа, но не очень, опять-таки, практично, как оказалось. Все-таки какие-то пятна остаются. Они легко убираются, кстати, но они есть. А что за пятна? От чего? Да вот даже если потрогать, да, вот я веду пальцем, и что-то остается. Вот если зрители скажут, как это можно апгрейдить, может быть, лаком покрыть, если у кого-то опыт был. Примерно так же ведут себя и дорогие, и дешевые краски. Когда начинаешь их мыть, есть краски вообще смываются. С этими, слава богу, ничего такого нету, но... Ну, понятно, вот этот матовый эффект на темном цвете виден, да, все пальчики видны, понятно. Добавлять к уборке еще протирание стен, такое себе удовольствие. Спасибо, что делишься, потому что, ну, это важный момент. Это вот, к слову, глянцевые фасады, белые. Они вообще не требуют никакого ухода, на них ничего не видно, да. А все-таки темное и матовое, оно требует немножечко заботы. На противоположной стене у нас находится кладовка. Да, это лучше, чем шкаф, я вам скажу, потому что здесь намного больше места. Здесь можно положить полочкой, как тебе удобно. Это можно менять в процессе эксплуатации. И достаточно просторно здесь. В общем-то, здесь при желании гладильное можно какое-то обустроить. Пока что используем отпариватель. Ну, для одного прям 100% более чем достаточно. Для двух тоже. Что за конструкции металлические? Потому что, опять же, бывают дорогие, бывают относительно бюджетные. Здесь я по ценам, если я не помню, но тоже было не очень дорогое. Это тоже отечественный производитель. Все-таки иностранные марки от нас уходят, и что-то ищем мы замену. И это достойная замена. Все шкафчики и полочки отодвигаются, что тоже удобно. Просторнее и нет лишних шкафов. Ну и поскольку есть отдельная гардеробная, смысла городить здесь какие-то шкафы не было абсолютно. Потому что можно оставить ежедневную одежду на вешалке, а что-то более глобальное и сезонное оставлять в кладовке. Полочка для обуви и тумбочка для мелочей. Тумбочка тоже сделанная нашими руками. Обычная советская. Просто выкрашена в серый цвет. И внутри наш любимый зеленый. Класс. Вопрос у меня про пол. Пол из двух видов. Практичная часть и с теплым полом – это плитка в зоне кухни и коридора. Все-таки пожалели мы, что не сделали продолжение теплого пола в коридоре. И когда ты из теплого пола в ванне выходишь на кухню, и тоже тут у тебя теплый пол. Вот в этом межсезоне, когда нет отопления, хочется все-таки, чтобы у тебя весь периметр был в теплом поле. И это практично, когда обувь посушить все-таки нужен. А покрытие какое на нем? Что это? Ламинат или... Это плитка. Это плитка тоже кераммораз. Здесь муж любовно затирал этот пол после того, как его уже установили, положили. Хотелось более темной затирки, но получилось вот так вот, как получилось. Но тоже, в принципе, неплохо. И немножко перекликается с полом в гостиной зоне. Там у нас ламинат. Тоже покупали его в Леруа. Достаточно неплохой пол. В плане того, что он 34 класса, но и стоил не таких больших денег, как, возможно, был бы паркет или доска инженерная. А почему не проложили до конца плитку? Тут, по сути, сколько-то квадратов не так много. Ну, здесь еще немножко, знаете, вот эти заморочки в голове, что все-таки по такому а-ля деревянному полу ходить приятнее, чем по плитке. Но, если честно, вот мы ходим, и разница особой не ощущается. Да, возможно, надо было продолжать. Но, опять, если ходить в обуви любителям, да, девушки любят ходить у себя в тапочках, да, что все-таки звукоизоляция лучше по ламинату, чем по плитке. Пожалели своих соседей, можно сказать. Всем привет! В моих видео вы всегда находите много полезных советов. Но я понимаю, что не всегда есть время на то, чтобы потратить 35 минут своей жизни на просмотр длинного ролика. Поэтому я сделала канал. Шортс-канал с полезными советами в очень коротком формате. Если у вас однушка, вы можете зайти в плейлист коротких шортс об однушках и посмотреть советы там. Если у вас хрущевка, пожалуйста, мы подумали и о вас. Маленькие кухни, маленькие санузлы, советы по ремонту, оригинальное решение. Все вы сможете найти там. Переходите, подписывайтесь на этот канал и следите за новыми выпусками. Конечно же, мы должны поговорить про диван. Он белый. Ну ладно, я, знаешь, вот в этом смысле, мне кажется, это тот единственный случай, когда молодая девушка живет одна без животных, без детей, без вообще любых обстоятельств, которые могут этот диван испортить. Аккуратно жить, и он будет светлым. Оль, диван вообще нам его подарил друг. Он стоял у него на работе. Там работники сидели, и из-за большого количества людей он долгое время там стоял, но особо никакую функцию не нес. Поэтому нам его благополучно отдали. Мы только заказывали химчистку этого дивана, который стоил не так много. И вот он практически в новом состоянии. А за счет того, что там есть механизм раскладывания его в полноценную кровать, то это как бы плюс и бонус того, что есть еще у нас спальное место для двух человек. То есть откуда диван? От друзей. Да, да. Нам его подарили. Такой диван, наверное, стоит немало денег, и это нам сэкономило. Класс. Вообще мне нравится такая расстановка, когда зона отделена, и этот диван тоже становится такой частью гостиной, и рядышком со спальней. В общем, давай поговорим вообще про планировку и про то, почему вы решили сделать именно так, ну и почему решили отделить спальню. В моих фантазиях всегда интерьер должен быть практичным. И, естественно, спать на диване хуже, чем спать на отдельно стоящей кровати. 100%. И опять-таки соображение того, что как это в практике. Я не думаю, что каждый день люди встают, кто спит на диване, и заправляют, складывают этот диван. Все равно он идет как кровать. Если только к тебе приходят гости, он превращается в диван. Поэтому кровать должна быть обязательно. В общем-то, мы исходили с того, что кровать где-то в квартире надо поставить. По идее, здесь должна быть общая комната, жилая комната, со стеной. Но настолько маленькая площадь, что, в общем-то, экономить и ставить дополнительные стены совсем не хотелось. Просто, находясь в этом углу, у меня, не знаю, как гостиная получается, там, 20 квадратных метров. А находясь на кухне, у меня кухня 20 квадратных метров. Ведь человек не может находиться в двух местах одновременно. Поэтому ощущения такие складываются. Но спальню надо было как-то отделить, чтобы было более уютно. И если все-таки вдвоем проживаешь, хотелось бы уединиться. Поэтому здесь появилась такая вот стеклянная перегородка. Вот давай про нее тоже отдельно. По твоим видео все говорят цену этой стеклянных перегородок. Там 100 тысяч, 70 тысяч. Это, внимание, 32 тысячи рублей. Все, срочно, контакты внизу под видео. Да. В чем секрет? Что это не полноценная металлическая конструкция, которая идет в перегородках. Это, что напоминает нам, дверь купе, шкафы. Это оно и есть. Это профиль шкафа-купе. И поэтому достаточно бюджетная получилась. Но, опять-таки, его можно подвинуть и в ту сторону, и в эту сторону. То есть ты обратилась к компании, которая производит эти двери, и сказала им, что хочешь ставить в них стекло. Да, но шкафы-купе также бывают со стеклянными дверями. Да, кстати, приходи. Просто я его установила, да, не в шкафу, да, а, в общем-то, на полу. Часто эти перегородки, они статичные, и у них какие-то части открываются, но все равно по краям, как правило, статичные. А здесь, например, подход к рабочему месту вполне себе удобный, и дверь можно отодвинуть. Можно отодвинуть, да, и не будет мешать, да, если что-то даже в плане уборки. Будет удобно и зайти, и сдвинуть стол, и... Такая игра с пространством. И за счет этого, наверное, стол-то и удобен, да, там, потому что, ну, попробуй, пройди туда, если бы здесь не было прохода. Да. Вот, да, вот так бы и приходилось ходить. Да, я вам, вот, в общем-то, должна сказать, что стол, все-таки здесь места маловато. Но он настолько красивый и более узкий стол, вот бы совсем не так смотрелось. Здесь вот чисто из-за дизайнерских каких-то идей. И этот стул туда же подошел к нам, тоже с подлокотниками. Мы его тоже сами переделывали, и уже мягкое сидение сами делали. В общем, наши руки не для скуки. Прикольные у вас еще и картины. Я так предполагаю, тоже в ваших рук дело. Прекрасных рук. Да. Спасибо Пинтересту. Вот, если честно, хвала небесам за его создание. А что, почему? Муж вдохновлялся все-таки картинками, пробовал себя вот в художественной стезе. У нас все и дети рисуют, и муж, да, и вот как-то мы вот в этом нашли себя. Класс. Давайте еще про нишу расскажу, потому что, естественно, квартира сдавалась без стен. Было два несущих пилона, да, это вот выступающая часть. И здесь, соответственно, стен не было. Но поскольку здесь зонировалась спальня, мы решили, не будем делать толщину его в толщину пилона, а все-таки сделаем поуже. И получилась такая ниша. В принципе, она практична. Оставить телефон, книжку, поставить какой-то декор. А с кроватью что придумали? В итоге это обычная какая-то кровать? Обычная кровать, да, хотелось мягкого изголовья, но почему-то все кровать с мягким изголовьем были в основании своим сделаны из ДСП, и ножки, вкрученные в ДСП, это ненадолго. Поэтому купили железную кровать, и она отлично сюда вписалась. Не совсем широкая, она метр сорок, но этого вполне достаточно. Для одного вообще прекрасно. Да, для одного прекрасно, а для двух, ну, в принципе, я думаю, что неплохо будет, да. Стандартные, любим мы все метр шестьдесят, метр восемьдесят, но здесь компромисс. За последние пару лет с Китани мы сменили семь квартир, и в одной из них была кровать на метр сорок. Я могу сказать, что вполне для двух взрослых нормально, только когда дети ночью не приходят. Так все прекрасно. Мы с тобой не проговорили историю вот этого синего комода, который в гостиной тоже все собирает. И прикольно, что все зеленое, и этот синий его поддерживает. Такой он компанейский цвет. Тени комод – это вот как раз тот буфет, который мы увидели когда-то. И у нас вот вся история нашей переделки мебели пошла вот из-за, собственно, этого буфета, увиденного где-то. Буфет мы купили и хотели только оставлять стеклянную часть его, да, переделать. Уже даже вынесли его на мусор. Но я сказала, нет, он из хорошего дерева, никуда мы его не понесем, мы его тоже переделаем и применим. И, в общем-то, здесь он зеленый, функциональный, много всего здесь умещается. Ну вот во сколько он мне, например, обойдется? То есть я хочу тумбу по телевизору, он вполне себе годный и симпатично смотрится. Ну, давайте так, что верхнюю часть, стеклянную, как сервант, мы продали за 40 тысяч. В общем, недешево, но здесь только нашего труда, любви вложено, что, в общем-то, покупатель нашелся. Ну, особенно, знаешь, кто знает, да, кто по дизайну смотрит, кому важен советский дизайн, потому что действительно он был там чуть ли не впереди планеты всей в свое время. Нужны были шторы в комнате гостиной, поехали покупать в цвет дивана шторы. Но, опять-таки, ничего приличного нигде не было. И вот висели два вида ткани, темно-синий с рисунком. И, в общем-то, так они нарядно вместе смотрелись. И мы, опять-таки, думаем, ах, а у нас же есть тени-комод, который отлично будет гармонировать с этими шторами. И, в общем-то, купили за 10 тысяч рублей. У нас вышло три полотна темно-синих, да, еще в спальне точно такие же. И одна штора с рисунком. Повесили их на разные уровни. Можно, в принципе, двигать, там, прятать как-то и играть настроениями. Окно было черное от застройщика или красили? Нет, мы тоже красили, потому что потолок у нас такой, лофтовый. Смотрелось не так выигрышно. Да, конечно. Подоконники, кстати, тоже сами сделали. Это обычно из леруа доска сосновая. Толщиной тут сколько, там, 3-4 сантиметра. И нам их также обрамили откосы. И вот получился такой оконный портал. Знаешь, что мне, Юля, нравится? Что получается, что у вас ремонт относительно бюджетный, но везде натуральные материалы. Сделали также вот здесь и розетку. Тоже у тебя идею увидели, да, для новогодней гирлянды. Ну, и для много чего еще, что может жить на подоконнике. Опять-таки, думаю, она будет востребована. Юля, спасибо тебе огромное. Много пользы. Я считаю, что вот этот подход, когда ты думаешь о практичности вещей, а не только о красоте, это правильная вещь, потому что, когда живешь, рутина, она поглощает тебя. Если она правильно сделана, то это очень-очень упрощает тебе твою вот эту бытовую матрицу. Мы, конечно же, хотим услышать от тебя совет зрителям о жизни или о ремонте. Не стоит думать, что бюджетно это стандартно. Можно немножечко подсмотреть где-то, понаблюдать, и вы поймете, что за те же деньги можно сделать что-то свое уникальное. Если стену выкрасить в зеленый или там в синий цвет, это по стоимости так же, как и в белый, но уже дает тебе какую-то изюминку, поэтому ищите, развивайте свою насмотренность. И это даст вам большой плюс в создании своего дома. Спасибо большое. Хороший совет. Подписывайтесь. Друзья, напоминаю, внизу полезные ссылки. Переходите, смотрите. Мы сегодня видели кухню за 40 тысяч рублей, перегородку за 30 тысяч рублей, и что уже, мне кажется, в копилку наших полезных советов для ремонта попадет навсегда. Ну и еще масса полезных мелочей. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски, делитесь этим роликом, потому что это помогает в продвижении наших видео. И, конечно же, увидимся в следующих сериях, как живут другие. До скорых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.